Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обратился к гражданам Украины с призывом не посещать матчи Чемпионата мира по футболу в России. Он допускает высокую вероятность провокаций и напоминает, что украинские дипломаты не смогут гарантировать безопасности украинским туристам. Вот интересно, те люди, к которым он обращался, вообще существуют ли такие? То есть, есть ли такие, которые сейчас, после четырех лет войны, собираются все-таки поехать в Россию для того, чтобы смотреть футбол? Чтобы поехать во вражескую страну и поддержать ее во время такого мероприятия. Страну, которая оккупировала Крым и часть Донбасса, на совести которой находятся 12 тысяч жизней украинцев. Или все-таки сделать вид, что конфликта не существует. Но, дескать, спорт, футбол есть футбол, почему бы не съездить? По большому счету, на территории России может произойти все, что угодно. Ну, например, представьте себе такой сюжет, что по российскому телевидению покажут, как выловили группу террористов из Украины. Например, пытавшихся взорвать какой-нибудь стадион или еще что-то в этом роде. Как вы думаете, могут ли они это сделать? Или, что еще лучше, могут устроить настоящий взрыв, а потом скажут, что это сделали украинцы, которых они якобы выловили тут же. Я, как и все, болельщик футбола. И, естественно, было бы неплохо съездить на чемпионат, тем более так близко. Но абсолютно точно для себя я решил, что я не только не поеду туда, но и, скорее всего, не буду смотреть большинство матчей. Я обращаюсь к своей аудитории, как вы относитесь к этому и есть ли среди моих подписчиков украинцы, которые все же собираются поехать на этот чемпионат России. Я даже не хочу называть его чемпионатом мира, потому что очень многие страны уже сказали, что бойкотирует этот чемпионат. Напишите в своих комментариях, как вы к этому относитесь. Подъем на временные трибуны на стадионе в Екатеринбурге. Это те самые знаменитые трибуны, которые так обсуждались. Видите, как он металл, металл, металл. Решетки, сетки. Лифтов нет. Но строители уверяют, что по надежности это даже круче, чем железобетонные аналоги внутри чаши. Мы поднялись сейчас на самую верхнюю точку временных трибун. Вид на поле действительно хороший. Хоть и высоко кажется. Но вот недостаток в том, что подниматься приходится пешком. И очень высоко действительно. Вот такой вид с другой стороны. Вид на город. Красота. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова